Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о такой животрепещущей теме, как В чем разница между машинкой для стрижки волос и окантовочной машинкой, или как называют еще триммером Давайте посмотрим поближе на то, что у нас сегодня обсуждается Итак, первое, что приходит в голову человеку, когда его спрашивают, в чем разница между машинкой для стрижки Вот у нас представлены и окантовочная машинка, это размеры Действительно, как правило, машинки для стрижки гораздо крупнее, чем окантовочные машинки и тяжелее в 2, то и в 3, в 4 раза Но, на самом деле, разница вовсе не в этом Допустим, есть такая замечательная машинка Moser Genium Очень небольшая, весит всего порядка 120 грамм То есть, по весу меньше даже, чем многие окантовочные машинки Допустим, легче, чем Wall Detailer В чем же разница, почему эта машинка является машинкой для стрижки, а Wall Detailer является именно окантовочной машинкой Все дело в строении ножа Итак, для того, чтобы мы могли машинкой делать окантовочные работы Снимать максимально коротко волос, у нас должен быть специально сконструированный нож В чем его отличие? Ну, во-первых, должна быть минимальная длина среза, заявлена производителем Но, допустим, вот Endis PM4, он же Endis Trendsetter Заявляет минимальную длину среза 0,5 мм Это достаточно мало и, в принципе, в теории позволяет делать окантовку Но данная машинка никогда не сделает чистовую окантовку Почему? Потому что у нее слишком большое расстояние между зубчиками нижнего ножа, то есть направляющих к гребенке Почему большое расстояние не дает нам делать окантовку? Короткий волос, попадая между этими зубцами, он гуляет из стороны в сторону И нож, который должен его срезать, его не срезает, а просто наклоняет из стороны в сторону между зубцами направляющих к гребенке Таким образом, большая часть волосков остается не срезанными при попытке провести окантовку Поскольку они просто болтаются между зубцами гребенки Если посмотреть на зубчики у окантовочной машинки Допустим, у той же Moser 1400 Mini Либо Wall Detailer, в данном случае Extra Wild Detailer То расстояние между зубцами очень маленькое Поэтому короткие волоски, попадая между зубцами направляющих к гребенке Жестко фиксируются между ними и срезаются ножом Итак, основное отличие между триммером и машинкой для стрижки Вовсе не размеры машинки и не минимальная длина среза, заявленная производителем Главное отличие это строение ножа У него должны быть очень узкие зубчики с очень малым расстоянием Но на самом деле здесь тоже возникают некоторые вопросы Допустим, куда отнести машинки со сменными ножами Такие как Остер 616 У Остера сменный нож идет в комплекте два ножа из коробки Нож номер один с длиной среза 3 мм И тут все понятно Это нож именно машинки для стрижки Нож для снятия массы волос Есть второй нож Нож 400, 1 десятка миллиметра С очень небольшим расстоянием между зубцами ножа Получается, что это окантовочный нож И получается, что заменив нож Мы превратили нашу машину для стрижки в окантовочную машину Превратили в триммер Что можно сказать? Можно сказать только одно Деление на машинки для стрижки И деление на окантовочные машинки То есть стримеры Весьма условно Одна и та же машинка Может являться и чисто машинкой для стрижки И машинкой для окантовки При условии, что на нее имеется несколько ножей С различными характеристиками С более широким расстоянием между зубцами И с более узким расстоянием между зубцами Также некоторые машинки Допустим, как Мозер Геню Продаются всего с одним ножом в комплекте Но, опять же, нож этот съемный И при желании Его можно заменить на другой нож Который покупается отдельно С более узкими зубцами И который можно использовать для окантовочных работ Таким образом Машинку Мозер Геню Можно превратить из машинки для стрижки В окантовочную машинку Для некоторых машинок Таких ножей Отдельно продающихся не предусмотрено Соответственно, машинка Мозер Хром Стайл Ни при каких условиях Не может быть названа Окантовочной машинкой То же самое касается Эндис ПМ4 У которого родной нож Вроде бы имеет маленькую Минимальную длину среза Но, тем не менее, большое расстояние Между зубцами Итак, давайте обобщим Условия деления машинок На окантовочные и машинки для стрижки Весьма условны Первейший признак По которому мы делим машинки На машинки для стрижки И машинки для окантовки Это размер ножа Минимальная длина среза И расстояние между зубцами Чем меньше расстояние между зубцами Тем более чистая у вас будет окантовка На этом, пожалуй, все Подписывайтесь на наш канал Енот по стригу До свидания До новых встреч на канале Субтитры создавал DimaTorzok